здравствуйте мальчики и девушки студенты и студентки движение тела брошенного вертикально вверх вот так вот раз бросаем раз бросаем вот так и говорят задачка вот такая вот подъемный кран поднимает равномерно вверх со скоростью 0 8 метров в секунду поддон с кирпичами хорошие задачки придумывается короче вот у нас поддон да с кирпичами и он у нас движется вверх со скоростью 8 метров в секунду самое интересное когда решается задача это не искать сразу какие-то формулы а понять что здесь происходит вот а для этой цели можно порисовать ради спортивного интереса ну понятно что это поддон ведь правильно вот который движется вверх со скоростью 8 метров в секунду и так на высоте 12 метров а значит вот здесь вот была земля здесь никто не ходит поддон башка падет совсем мертвый будешь то вот 12 метров и вот когда этот поддон достигает 12 метров с него совершенно случайно падает кирпич вопрос через какое время из какой скоростью упадет кирпич на землю вот так вот такая вот ситуация так и что же тут как говорится делать нужно представить себе что будет происходить вот с этим кирпичом вот а с кирпичом будет происходить вот что вот если в это время поддон поднимается вверх то вот этот вот кирпич тоже имеет скорость 8 метров в секунду поэтому когда падает да он немножечко поднимается вверх вот я нарисую траекторию вот а потом начинает падать вниз то есть он достигает какой-то верхней точки а потом начинает падать вниз вот такая ситуация то есть вот здесь у него скорость 8 метров в секунду поднимается вверх потом начинает падать вниз смотрите я специально так не рисую потому что после этого начинает хихихать всякие мысли в голову лезут вот один раз нарисовал все урок закончился короче говоря ладно так вот значит кирпич поднимается вверх а потом начинает падать вниз вот мы так сказать разложили эту ситуацию на две части и потом этот кирпич вот упал да ну что тут можно сделать есть некоторые варианты решения этих задач я покажу на мой взгляд самый простой когда вы я думаю всяких так сказать премудрости изучали что получается он поднимается сюда а потом падает обратно то есть когда он вот на этот же самый уровень 12 метровый кирпич обратно так сказать прилетит он будет иметь скорость тоже 8 метров в секунду вот и все он тоже будет иметь скорость 8 метров в секунду скорость бросания равна скорости так сказать падение вот такая вот ситуация и задача начнется именно отсюда ну 12 метров это у нас высота я ее в данной задаче обозначу так значит высота будет равняться в квадрат отнять в 0 квадрат и поделим на 2g потому что в данной ситуации направление оси y я выбрал по направлению движения все тогда что у нас получается у нас получается что в 0 квадрат плюс 2gh это в квадрат и вот это в мы как раз и ищем ну это будет квадратный корень в 0 квадрат плюс 2gh все задачка решена нужно что сделать только подставить численные значения вот это у нас в 0 ну и пусть тут будет в 0 только направление разное 64 плюс 2g я в данных задачах принимаю за 10 и высота у нас будет 12 да вот все но для этой цели нужно взять калькулятор калькулятор вот он у нас калькулятор и и сосчитаем значит это 20 240 240 плюс 64 ну получается квадратный корень из трехсот четырех вот да трехсот четырех ну пусть так будет короче говоря получается что скорость будет равна 17 целых сорок три сотых метров в секунду ну конечно скорость подъема 12 метров в секунду не может быть поэтому я краем глаза еще раз взглянул что данного задачи вы видел что не 0 не 8 а 0 8 0 8 но от этого ничего не меняется то есть данной ситуации все равно я должен сделать 0 8 в квадрате плюс 2 умножить на 10 умножить на 12 но сейчас посчитаем 0 8 в квадрате плюс 240 квадратный корень и получаем 15 51 метр в секунду вот с такой скоростью этот кирпич приземлиться на землю а вот со временем интересная штука вот сколько времени он будет длиться в полете конечно можно разбить эту задачу на две составляющие сколько времени он будет подниматься а потом сколько времени будет опускаться сложить наш вам сказал а давайте с вами решим задачку да вот таким вот образом вот значит оси выбираю сейчас так и крик да вверх тогда начальная скорость у нас будет положительно же ускорение свободного падения всегда смотрит вниз но уже всегда смотрит вниз как правило да вот и что у нас получается а получается вот что когда этот кирпич упадет на землю y вот здесь это начало координат будет равен нулю поэтому вот это вот уравнение y равняется y нулевое плюс в нулевое t плюс gt квадрат пополам вот это уравнение записал в общем виде а сейчас будем так сказать делать перевод на нашу задачу оп он упал 0 а с какой высоты начал падать начальная высота с 12 метров а с какой скоростью вверх в 08 мы же время ищем 0 8t и g направлена вниз а оси направил вверх значит будет минус 5t квадрат умножая все на минус единичку получая 5t квадрат минус 0 8t минус 12 и получается у нас самое что ни на есть простенькое квадратное уравнение ну как решается квадратное уравнение это вопрос учителю математики вот подставляем численные значения и если вы все правильно сделаете вы получите 1,63 секундочки вот столько времени этот кирпич находился в полете вот так вот какой вывод мы можем с вами сделать что да кирпичи тоже летают вот все что мне хотелось бы вам рассказать поэтому нужно ходить и осматриваться чтобы кирпич не прилетел ладно вы учите физику на канале физика это просто канал на котором любые задачи становятся простыми понятными и доступными поэтому если вы еще не записаны на мой канал запишитесь буду вам очень признателен и благодарен а если вам нравится мой канал и конкретно мое объяснение вот про этот кирпич там есть кнопочка называется супер спасибо зайдите поинтересуйтесь и если вас это заинтересовало буду вам признателен и благодарен как я уже сказал все всем доброго до свидания до новых встреч а